Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка. Предлагаю вам подготовиться к уроку. Для этого вам понадобится ручка, тетрадь и учебник «Русская речь» для 7 класса, 3 год обучения, авторов Анна Пригорская и Эмилия Лука. А для начала послушайте, пожалуйста, отрывок песни и определите тему нашего урока. Дом, как известно всем давно, это не стены и не окно, даже и стулья со столом. Это не дом, дом, как известно всем давно, это не стены и не окно, даже и стулья со столом. Это не дом, дом это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, радостным, добрым, нежным, злым, еле живым. Дом, это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом, это твой дом. Ребята, о чем мы будем говорить сегодня на уроке? Правильно, сегодня на уроке мы говорим о родном доме, о его значимости в жизни каждого из нас. Научимся определять род имен существительных. Итак, ребята, тема нашего урока «Дом родной. Учимся определять род имен существительных». Родной дом, а в доме кто живет? Любимая семья, мама, в каждом доме есть большое окно. Родной дом, очаг, любимая мама, семья, большое окно, полотенце. Ребята, обратите внимание. Разные окончания. Почему в этих словах разные окончания? Правильно, потому что они разного рода. Давайте посмотрим, как мы определяем род имени существительным в русском языке. Слова мужского рода на что оканчиваются? Правильно, на согласную букву. В таком случае мы говорим нулевое окончание. Давайте приведем примеры. Дом, отец, брат. Ребят, но в русском языке есть слова, которые тоже оканчиваются на гласную «а» или «я», как и существительные женского рода. Но, ребята, они указывают на лиц мужского пола. Поэтому это существительные мужского рода. Мужчина, юноша, дедушка, дядя, Алеша, Митя. Какие же окончания в женском роде? Правильно, «а» и «я». Деревня, мама. Ребята, но в русском языке есть еще слова, которые относятся к среднему роду. Какие слова относятся к среднему роду? Правильно, «село». На что оканчивается данное слово? Правильно, на букву «о». А в слове «платье», «полотенце» значит средний род, окончание «о» и «е». Но мне хотелось бы, чтобы вы запомнили слова «имя», «время», «знамя». Несмотря на то, что у них окончание «я», они относятся к среднему роду. Ребята, в русском языке есть слова, которые оканчиваются на мягкий знак. Некоторые из них относятся к мужскому, но чаще всего к женскому роду. Их нужно запомнить. Ребята, если вы не знаете точно, какого рода слово, которое заканчивается на мягкий знак, нужно посмотреть в словаре. Там обязательно будет указан род имени существительного. Всегда ли совпадает род существительных в русском и румынских языках? Давайте проверим. Переведите на родной язык следующие слова и словосочетания. Мой дом, двор, сад, огород, моя семья, дочь, забота, надежда, мое село, озеро, полотенце, сердце. Проверьте себя, так ли вы перевели на румынский язык. Обратите внимание. Каса-мя, ограда-мя, ливада-мя, градина-мя, фамилия-мя, фи-ка-мя, гри-жа-мя, сперанца-мя, сату-мел, я-зу-мел, просопа-мел и нема-мя. Ребята, мы можем сделать вывод. Род существительных в русском и румынских языках не всегда совпадает. Ребята, правильно ли вы все поняли? Выполним несколько упражнений. Распределите имена существительные в три колонки – мужского, женского и среднего рода. Если вам необходимо время, остановите видеоурок и выполните упражнение. Проверьте себя. К мужскому роду относятся слова «до», «брат», «порог». К женскому роду – «стена», «печь», «дверь». К среднему роду – «село», «крыльцо», «время». А теперь определим род существительных в словах. Картина – «женский род». А в слове «ваза» – «правильно», «женский род». А в слове «диван» – «молодцы», «мужской род». Стол, «стул». Верно, «мужской род». А в слове «солнце»? Ну, конечно, средний род. Окончание «е». Сердце – «оно моё». Средний род. А теперь, ребята, самостоятельно определите род имен существительных в следующих словах. «тумба», «корабль», «яблоко», «портфель», «тетрадь», «блюдце». Правильно. «женский род», «мужской род», «средний род», «портфель», «мужской род», «тетрадь», «женский род», «блюдце», «средний род». Ребят, вы уже знаете много слов. Дополните колонки необходимыми существительными. Если вам нужно время, остановите видеоролик и спокойно выполните задание. Давайте проверим себя. Предлагаю познакомиться с возможными вариантами слов. «мужской род», «дед», «сын», «внук», «женский род», «семья», «земля», «вода», «средний род», «печенье», «повидло», «мороженое». Ребята, у вас могут быть и другие слова, но стоит обратить внимание, на что оканчивается слово. А теперь найдите и выпишите правильное словосочетание. Проверьте, пожалуйста, себя. «Мой отец», «заботливый отец», «мой внук», «какой внук», «веселый внук», «мой внук», «мой внук». Добрая мать, моя дочь, старшая дочь, мое окно, чистое окно, мое сердце, большое сердце. Ребята, а для чего нам нужно знать род имен существительных? Правильно, для того, чтобы согласовать с другими словами, с другими частями речи. Например, дом какой? Родной. Мама что делала? Мама заботилась. Мама заботится о детях в родном доме. Что она делает? Она печет свежий хлеб. Дома, на свежем воздухе, мы едим свежие фрукты и узнаем свежие новости. Свежий хлеб, свежий воздух, свежие фрукты, свежие новости. Ребята, обратите внимание одно и то же слово, а смысл другой. Переведите на родной язык эти словосочетания, и вы в этом убедитесь. О родном доме поэты и писатели написали много произведений. Сегодня мы прочитаем одно из стихотворений молдавского поэта Василия Романчука «Дом родной». Но вначале познакомимся с незнакомыми словами. Густой лепят гнезда, лепят птиц под стрихой грозди винограда. Дом родной. Дом, где грозди винограда на лозе густой. Дом, где мама сыну рада – это дом родной. Дом, где свежий хлеб по кругу делят всей семьей. Дом, где любят все друг друга – это дом родной. Дом, где птицы гнезда лепят прямо под стрихой, где понятен мне их лепят – это дом родной. Ребята, мы теперь ответим на вопросы по содержанию стихотворения. За что мы любим дом родной? Правильно, мы любим дом родной за теплоту и ласку, за внимание, доброту и заботу. А как относятся члены семьи друг к другу? Правильно, ласково, тепло, заботливо, сердечно. Ребята, какие строчки говорят о том, что нам хорошо дома? Правильно, дом, где мама сыну рада. Дом, где любят все друг друга. Ребята, что делят всей семьей по кругу? В семье делят свежий хлеб. А чем еще мы делимся дома? Правильно, в семье мы делимся самым сокровенным – радостью, секретами, новостями, заботами, надеждами, мечтами. Ребята, а какие слова в данном стихотворении относятся к женскому роду? Вы, наверное, обратили внимание на выделенные слова в стихотворении. Если их изменить, начальная форма этих слов указывает на женский род – гроздь, лоза, семья, стряха. Какое слово в данном стихотворении относится к среднему роду? Правильно, имя существительное гнездо относится к среднему роду. Родной дом для каждого из нас – это, конечно же, мама. Давайте прочитаем, как написала своей маме ученик 7 класса. Моя мама очень нежная и женственная, ей 40 лет, но все говорят, что выглядит она моложе. Невысокий рост и хрупкая фигура делают ее похожей на девушку. Мама занимается спортом и поэтому всегда в хорошей форме. У нее добрые глаза, густые каштановые волосы. Пушистые ресницы и ямочки на щеках добавляют маме выражение детскости. Мама всегда спокойна и на ее губах играет мягкая улыбка. Понравился вам текст? Как бы вы его назвали? Ребята, по аналогии с этим текстом напишите несколько предложений о своей маме. Если вам необходимо время, вы можете остановить урок и выполнить задание. Ребята, в начале нашего урока вы услышали слова, что дом – это не только стены и стулья. У меня – это детство, близкие люди. А у вас – чем для вас является родительский дом? Продолжите строку. Для меня родительский дом – это… Ребята, предлагаю задание на размышления. Напишите небольшое сочинение из четырех-шести предложений на тему «Мой дом». Пусть в вашем доме царит мир и согласие, счастье и любовь, понимание и уважение. А я прощаюсь с вами до следующего урока. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин